приветствую на самом канале live европа тиви ранее примерно месяц назад я снимал ролик про палаточный городок который стихийно образовался в городе клемат ферранс это горка находится в центре франции так вот многие меня спрашивают пишут действительно люди до сих пор живут нет как вообще целом изменяя ситуация палаточном город городке в этом городе что от себя вот хочу сказать спустя месяц сегодня наш 18 октября от 7 вечера сожалению сетям но надеюсь будет видно вам увидите сейчас что здесь происходит так вот город никуда не делся вот этот палаточный так скажем город наоборот разросся от последнего раза я здесь вижу что новые дома появились новые палатки появились здесь новые палатки здесь появились наоборот народ все приходит и приходит то есть местная префектура не дает жилье до сих пор потому что действительно его нет или какой-то принцип не давать его я не знаю если меня спросите кто здесь живет кто это беженцы или другие мигранты то я сразу скажу я не знаю но знаю что здесь есть те люди которые живут и попросили по очистку убежища и ждут какие-то решения ним отвечает 115 служба что нет нет квартир нету жилья для них что очень много цыган на удивление здесь очень много приехала цыган не знаю откуда они вот такой цыган такой народ появляется ниоткуда ниоткуда в любом месте так что цыгане . очень много приехала просят жилье без понятия они просят а зуль или просто как бездомные просят жилье я без понятия на все это вот такой как видите палаточный городок здесь их кормят вот здесь кухня добровольцы охраняют французы мест населения приносит еду сюда им в эту кухню полевую короче как могут помогают палатками одеждой простынями матрасами и ну короче всякое такое необходимое хотя бы жизненно важным важной не знаю как это правильно выразиться короче вот вот так происходит все вот у 9 так и живут еще вот почему я говорю несмотря на то что сегодня 18 октября уже начался официально как мне сказали во франции отопительный сезон но это никак не повлияло люди живут остается как гадать почему они живут на улицах почему профектура не дает жилье тем людям которые которые его просят это уже не знаю напишите комментариях может кто-то что-то знает более конкретно про профектуру может это что-то скажешь конкретно почему нету жилья почему не дают жилье как говорится может кто-то вхож в систему эту но город как я вам сейчас показываю он от последнего раза разросся люди добавляются люди приезжают мы когда спрашивали жилье не получают там единицы пару пару семей так кому-то выдали жилье в итоге нет нету жилья тут живут очень много цыган и африканцев вот что я заметил они очень шумные люди что цыган и африканцы они ночью орут там кричат и вот живя в таких условиях еще когда твои соседи всю ночь до утра орут въезжают там прыгают короче ну я думаю это вообще вдвойне такое невеселое состояние будет вдвойне депрессивное должно быть состояние у этих людей вот так еще повторяюсь 18 октября 2018 года вот такая ситуация с беженцами для чего это делаю ролик по просьбе чтобы вы видели что действительно беженцы живут на улице для тех кто подумали стоит ехать именно в этот город не стоит или хотя бы если вы решили сюда ехать ну подготовились как бы морально так скажем финансово немного и морально вот так жить в этом городе мы раньше когда снимали ролик нам как сказали что 16 октября вступит закон типа от отопительный сезон и вместе с отопительным сезоном людям начнут соответственно расселять людей по квартирам по жилью буду раза жилье будет выдавать но мы видим что спустя три дня пока ничего не изменилось точнее два дня меняюсь спустя два дня ничего не изменилось тут что будет завтра что будет когда пойдет погода будто более-менее холодная еще холоднее я не знаю здесь спасаешь что это как бы такой регион такое место территориально что здесь ну как бы не холодно еще днем еще довольно даже жарко я скажу бывают местами сегодня было но ночь ночью тот скажу холодная здесь мне даже иногда комнате квартире такие вот мерзну под утро момент такой представляю что у людей в палатках творится тогда кстати кто-то зависит скажет они там уютно тепло не 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 правда сразу вам говорю я вот с кем не разговариваю все жалуются что во время дождя течет вода в палатку но что очень сложно мокро бывает очень сложно было держать так если это одиночка то ладно но семейным с детьми но это действительно вы можете представить как тяжело людям это переживать эти вещи как бы вот как видите музыка играет у них музыка в них играет вот так они все время заметили музыку громко включают а костры делают арут тут ругаются дерутся короче не так все и просто тут ладно на этом буду свой ролик заканчивать всем спасибо за просмотр поддерживаем лайками пусть побольше людей видеть пускай и делают свои выводы все до новых встреч ждите новых роликов из франции я ролик на канал переименовал слайва страти вина life европа тиви потому что мне много разных стран уже на канале и как бы еще много планов по европе разным странам так что как-то вот так все всем пока на связи